Мы все прекрасно знаем, что должна быть создана комиссия по окончании нынешней войны. Мы все очень надеемся, что это будет именно государственная комиссия, не какая-то там внутриведомственная. И нужно будет очень серьезно разбираться, потому что слишком много во всей этой формуле провала, различных составляющих, которые нужно будет предметно изучать. И поэтому это было бы чистым шалатанством. Вот с моей стороны сейчас сказать, что я точно знаю. Но, во-первых, конечно, это провал разведки. Очень сильный провал разведки. Это понятно совершенно любому, кто вот здесь в этот период времени находится. А второе, это то, что наша армия оказалась таким оружием, которое очень здорово работает в ситуации, когда эта ситуация нам ясна. То есть, когда мы инициируем нечто, будь то, вот вы сказали, там, например, в Иране, там, но в Ливане, неважно где. Но когда мы навязываем нашему противнику наши правила игры, мы все заранее продумываем, потом используем наши военные силы, то тогда все работает хорошо. А вот в ситуации, когда вот пункт первый, мы сказали, разведка прокололась, и когда там реально никто ничего подобного не ожидал от того, что произошло, то армия оказалась тем механизмом, у которого очень проблематичный, вот если можно, сказать, врать из области оружия огнестрельного, вот очень тугой спусковой крючок, да, то есть там очень-очень плохо, пока нажимали, пока там весь этот механизм привел все в действие, мы все прекрасно знаем, прошло очень много времени, к сожалению. То есть армия оказалась не способна запускаться на вот так. Нету системы, нету отработанной системы, как армия должна действовать вот в такой ситуации? То есть нету гайдбук того, что должно было действовать? Ну, очевидно, да. Опять же, разведка, аналитические ее структуры, которые должны были вот подобные, нечто предвидеть, они ничего подобного не предсказывали и не информировали об этом ни армейское руководство высшее, ни политическое наше руководство, то так оказалось, да, что никто не думал, что это вот возможно, поэтому, ну зачем готовиться к этому, если, опять-таки, ресурсы армии не безграничны, то есть они ограничены, и поэтому их в основном пускают на то, к чему мы готовимся, вот, и чтобы там все было максимально эффективно. Но мы уже сказали, что мы годами думали, что мы самая лучшая армия здесь у нас на Ближнем Востоке, а может быть даже и в мире, поэтому, ну, зачем готовиться к вот такому сценарию, если он совершенно нереальный, то есть его даже никто не высказывал. А готовились именно к тому, что у нас будет время, мы сами все продумаем, мы все подготовим, да, мы начнем эти действия, и у нас будет замечательное время привести в боевую готовность на лежащую наши сухопутные войска, наши военно-воздушные силы, а тут вдруг все пошло не по плану, как говорится. Я думаю, что то, что произошло с нами 7 октября прошлого года, войдет в аналы истории, уже вошло, и будет изучаться повсеместно, как в университетах, чисто гражданских институтах, военных, каких-то специальных, там, разведывательных курсах, именно как пример вот такой вот неготовности, такого жутчайшего совершенно, да, вот я пытаюсь по доброй терме, да, ну, жутчайшего, тут нечего стесняться. На самом деле, действительно, замечательная структура, очень эффективная, профессиональная, действительно, одна из лучших в мире. Общался, у меня много и знакомых в системе, и коллег бывших, и даже дети моих друзей, которые служат, я как-то спрашивал, что происходило в то утро, и действительно, было вот такое вот замешательство, очень значительное, потому что просто люди не знали, что делать. И этот вот спусковой механизм, который должен был все моментально привести в действие, он оказался очень ненастроенным, очень каким-то тугим, и там все не работало, и пока все это действительно реально заработало, прошло очень много времени, и, к сожалению, это стоило жизни многим сотням наших мирных жителей.